Это кому интересно состав, что внутри мембраны. Я в двух словах скажу про работу с мембранными удобрениями. Будьте внимательны к влажности. Если они хранятся у вас, они должны быть постоянно в сухом состоянии. Если у вас лежит приготовленный субстрат уже какой-то влажный, вы должны понимать, что при температуре от 12, если не ошибаюсь, градусов выше 10, уже мембрана начинает отдавать, то есть у вас уже субстрат работает. Хорошо, если он лежит где-то там в хранилище у вас, если он лежит под открытым небом, то вы должны понимать, что удобрение вымывается. Чем выше влажность, тем быстрее это происходит. В принципе, те заявленные даты, те месяцы, которые указаны на самом базокоте, нужно вычитать минус один, на мой взгляд. Иногда, если жаркое лето, и вы обеспечиваете достаточную агротехнику, то можно и минус два месяца вычесть, и вы попадете плюс-минус в ту экспозицию, когда растение будет полноценно получать питание у вас в контейнере. То есть в жаркое лето, если достаточно полива, растение активно вегетирует, там плюс 26 и выше, то, вероятно, после 4-4,5 месяцев таких условий базокот практически полностью отдаст через мембрану все удобрение. И нужно будет уже в текущем периоде, в текущем сезоне докармливать и как-то работать дополнительно в плане питания. Там голландцы, итальянцы используют при их продолжительном вегетативном цикле марки 9 и 12. Есть там чуть ли не до 20, 18, кажется, если не ошибаюсь, то есть совсем в долгу. Если у вас, например, их можно применять, если у вас двулетний цикл производства, вы один раз заправили, у вас получается половина мембраны отдала, но это южные регионы, если у вас сильного минуса нету, иногда влажные, не иногда, а чаще всего даже производитель говорит, что влажная намоченная мембрана, она разрывается. Большой процент мембран разрывается при морозе, и, соответственно, у вас зимовка с свежезаправленным, растение с свежезаправленным субстратом лучше не допускать. Если это южные регионы, где минуса практически нет, я считаю, что это приемлемо. Вот долгоиграющие марки давать, если у вас двулетний цикл. У нас однолетний цикл по контейнерам, по маленьким, по блокам живых изгородей у нас полтора-два сезона, и мы докармливаем всегда весной второго сезона, соответственно. Сравнил базокод и осмокод. Это дополнительный такой фактор для выбора в ту или иную сторону. Я считаю, здесь больше играет маркетинг. Наш опыт, он примерно по эффективности одинаковый. Здесь показана доля, вот эта верхняя часть графика в формировании себестоимости. Вот наша продукция, и вы видите, какую часть себестоимости составляет мембранное удобрение. Я специально сделал, потому что я сейчас, конечно, режу, но раньше довольно часто слышал возражения по цене от своих коллег, что лучше чем-то еще докормить или рассыпать столовой ложкой мочевину и так далее. Но цифры говорят сами за себя. Чтобы за сезон, за цикл вашего производства получить качественный материал, вам нужно потратить 5-6% от себестоимости, вложить в него и получить 100% качественную продукцию, нежели чем-то другим пользоваться. Если, конечно, ваша специализация предусматривает использование мембранных удобрений. Как мы измеряем эффективность и, скажем так, остаточную активность удобрений в субстрате? Вот этот прекрасный аппарат, вот его название. У нас в среднем 2-3 раза в неделю проходит агроном, либо помощник агронома, и промеряет те или иные горшки, мы знаем, которые у нас свежепосаженные, мы должны понимать ситуацию, которая там происходит по свежепосаженным контейнерам. Мы проверяем контейнера прошлого года, недокормленные, понимаем, насколько высока необходимость в первую очередь докормить те или иные позиции. И проверяем прокормленные, скажем так, непосредственно только что, докормленные контейнеры, чтобы понять эффективность. Потому что это отслеживать нужно обязательно. Мы не знаем, как там, например, рабочий прошел. Так как мы, я скажу сейчас чуть позже, мы докармливаем с прокалыванием субстрата. И насколько эффективно, насколько качественно человек это сделал, это важно понимать. Мы измеряем ЕСИ, это электропроводимость, это показатель концентрации солей в субстрате. Вместе с этой книжечкой есть прям таблица, вместе с этим чемоданчиком, с этим аппаратом, есть таблица по культурам, которая показывает, которая, скажем так, норму, нормирует показатели для тех или иных культур. Ну, это вот довольно высокие показатели, это свежепрокормленные растения, наверное, еще щуп воткнули непосредственно рядом с местом докорма, поэтому такие высокие показатели. Наш опыт и наша практика это 0,4-0,5, это довольно высокий уровень, при котором растение достаточно питания, активно вегетирует. 0,3-0,2 это уже недостаточное питание, это бывает в конце августа на сильнорослых культурах типа пузыреплодника, когда он первым, скажем так, так как у него коэффициент трансферации больше, и он вытягивает из контейнера быстрее и выгоняет массу, и он первый начинает голодать. Ну, если у вас меньше падает, ниже 0,1, то надо срочно что-то делать, у вас просто растение голодает. Параллельно с этим обязательно контролируйте влажность субстрата. Если у вас недостаточная влажность, вы просто не сможете качественно вносить удобрение, так как мембрана просто не будет отдавать. Либо если вы это делаете поливом, у вас будет смачиваться только часть горшка, опять же, будет повышаться концентрация солей на сухом субстрате, это тоже негативно скажется на состояние растения. Вот такой прибор, кстати, сейчас я почему-то не смог его найти в интернете, он куда-то пропал. Может быть, есть сейчас какие-то другие более эффективные аналоги. Мы работаем именно этим филдскаутом с двумя электродами для втыкания в контейнеры, для замера влажности. Довольно эффективно. Можно, конечно, органолептические методы, ходить, пинать горшки, втыкать пальцы, но все-таки я считаю, что надежнее инструментальный метод. Но пинать горшки тоже работает. Дополнительное внесение в мае делается обязательно на абсолютно всех контейнерах от 5 до 25-30 литров и на блоках живых изгородей, которые, соответственно, один сезон уже производились с заправленным субстратом, и на второй год они требуют дополнительного внесения. Я не знаю, все ли из вас видели вот этот рюкзак, дозатор. Я его здесь полностью не сфотографировал. Здесь только непосредственный экстрактор, который сыпет такая палочка, длинная трубочка, которую высыпают непосредственно в горшок. К какому принципу внесения мы пришли? У нас человек с этим рюкзаком ходит по площадке. В одной руке у него вот эта трубка, которая из рюкзака, соответственно, торчит, а во второй руке у него кусок арматуры. Ну, такой довольно примитивный способ, но он работает. Что он делает? Ну, арматура довольно толстая, там 12-я, кажется, если не ошибаюсь. То есть, он прокалывает вот такую полость, в зависимости от литража, он там в пятерку может два раза кальнуть, там в семерку три. И вот этот экстрактор, он высыпает в эту зону как раз удобрения. Большая часть, по нашему опыту, она просыпается, ну, при достаточном диаметре арматуры, она просыпается внутрь. Зачем это нужно? И почему нельзя рассыпать просто сверху? Когда вы рассыпаете сверху, во-первых, у вас при перемещении контейнеров это все дело высыпается на землю, когда вот кучка здесь лежит. Второе, при сильном ветре базокот действительно выдувается, он просто сдувается с поверхности. И третье, вы должны понимать, что мембрана, она работает только во влажном состоянии, и доля базокота, соприкасающегося с субстратом, она будет в лучшем случае порядка 30%. А все остальное будет лежать просто горочкой. Об этом говорят, в принципе, и производители самих удобрений мембранных, но вот какого-то более технологичного способа нет. У нас некоторые коллеги из Самары, я знаю, что-то пытались придумывать свое, чтобы вот эта игла прокалывающая, вот этот щуп сразу и засыпал туда, но пока, скажем так, это только опытные образцы, пока вот мы работаем, скажем так, в таком режиме. Вот трешку, я думаю, можно проколоть, если она пролита. Я думаю, трешку можно. Как вносить в меньший литраж? Это надо экспериментировать. Ну, слушайте, меньший литраж у вас должен отгружаться. Мое вот мнение, что он на второй год, если переходит, то есть это вопрос к продавцам, к вашим, почему он у вас остался. Либо это планово, понимаете, у нас переходящий остаток, он тоже есть плановый в продажах горшков, вот мелких, когда мы знаем точно, что там какой-то объем уже зарезервировано, мы знаем, что он точно отгрузится в апреле, а за каким-то объемом часть наших клиентов придет и купит здесь сейчас тоже в апреле. То есть на май остается не так много, совсем не такой большой объем, и вот этот докорм, он не такой финансово емкий, как кажется на первый взгляд. Ну, вы объем поймете, когда начнете, скажем так, оборачивать материал на площадке и в производстве, и увидите, сколько у вас в реальности остается. И все зависит от того литража, который вы производите. Вот это как раз показательная фотография. Стоит наш кормилиц Евгений Николаевич, топ-менеджер по работе с ландшафтными фирмами в компании Garden Market. И вот он держит 7,5 литров горшок. Это, если не ошибаюсь, это, наверное, конец июля. Это свежепроизведенный продукт, жирные очень однолетки, хорошие. Я не помню, где уже мы ее находили. Высота не такая большая, но материал обрезан на пень, и вы видите объем, просто объем побегов и объем куста, который мы получаем при данной агротехнике. Это система внекорневого внесения на контейнерной станции. Мы говорим сейчас с вами про все горшки от 5 до 35 литров. И только про горшки. Блоки мы чуть реже кормим, потому что там объем грунта чуть больше, и субстрат все-таки отдает больше. Это то же самое, чем мы кормили грунт. Акварины тоже все те же самые. Пикацит, браситрел. Контрейнерную станцию вы подкармливаете тоже через дозатрон? Через дождеватели, да-да-да. Тоже через дозатрон. Только другую концентрацию даем. А то, что часть удобрений не будет идти? Это неизбежное зло. Нет, можно, конечно, это делать, например, с опрыскивателем. Но тоже мы понимаем, что мы часть удобрений тогда теряем с бака опрыскивателя. Мы иногда так кормим, точечно что-то докармливаем. Но это трудозатратно. Здесь уже просто максимально технологично. Мы включаем. В вашем случае это выгоднее, чем... Да, да-да-да-да. Но стоимость акварина, она позволяет вот эти потери... Это уйдет, конечно, в контейнерную станцию. Все, да, мы понимаем часть удобрений. Но это небольшие абсолютно потери. Если у вас будут потери, если у вас, например, квадратами отгружен материал, а, скажем так, 50% пустует, и вы включили удобрения, конечно, вы поливаете пустую контейнерку. Это либо сдвигать, качественно работать по зонам полива, сдвигать, составлять и тогда поливать. Тут именно то, что занято. Но это не те потери, я считаю, на которые нужно какие-то поправки делать. Вкратце это все, что я хотел рассказать. В конце, если не ошибаюсь, у нас будут вопросы, и я здесь, наверное, буду часов до 3-4, смогу лично каждому ответить. Наш Facebook, Instagram, Telegram, кто интересуется всеми мероприятиями, всеми активностями, которые проводит питомник Неваки. Наш сайт, там доступны прайсы, постоянно актуальные. Можно скачать как на контейнерную продукцию, так и на открытый грунт. Если кому-то лично я буду нужен, можете в личку писать в Facebook. Я каждый день практически проверяю и отвечаю всем. У меня все. Спасибо за внимание.